здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня михаил добро пожаловать на наш канал и мы сегодня продолжаем наш обзор наших находок купленных на просторах интернета и хочу начать с этой броши две птички спрятались под зонтиком наверно укрылись от дождя брошь легкая скорее всего она из люцита сделано и так она выглядит с обратной стороны регина сказала что немножко она разочарована этой покупкой тем что мы думали это металл так и понимаю оказалось люцит и животики писали что это кристаллики на что-то как-то но тем не менее такая миленькая брошь до 2 птички спрятались под зонтиком следующая у нас брошь тоже смотрю птички только эти уже пьют водичку в такой маленький фонтанчик по всей видимости там вода и они пьют воду брошь у нас имеет серебряный тон а глазки у птичек я смотрю как залитый эмалью так брошь выглядит с обратной стороны без маркировки следующее наше приобретение брошь виде грозди винограда серебряном тоне очень реалистично сделано и сама гроздь и листочки веточка вокруг оправа идет напоминать немножко мне как флюр де лис и так брошь выглядит с обратной стороны маркировки я не вижу просто такая интересная права и подвесная иголочка очередная наша находка брошь виде веточки не как-то показала что это как ландыш колокольчики такие это у нас вставочки люцитовые сама права имеет серебряный тон так выглядит брошь с обратной стороны имеется маркировка компании лиснер хочу немножко дополнить что компания лиснер была открыта в 1890 годах и закрылась в 1985 году это были иммигранты из германии которые переехали в соединенные штаты америки следующее наше приобретение брошь довольно крупно круглой формы и имеет такое видите как тортик многослойный такая сложная вижу работа прекрасно эти узоры филигранны вокруг идут кристаллы ну и сверху идет такой люцитовая вставочка по всей видимости а вот основа сама вот эта крупная мне кажется она из фарфора да имеется крепление под кулон также вижу маркировку от компании оригинал бай робертс на маленьком альбертике да сама основа имеет золотой тон что это прекрасная компания наши дочки нравится очень эта компания оригинал бай робертс следующая брошь у нас идет так называемый водонос все как-то регина мечтала приобрести эту брошь наконец-то купила давайте рассмотрим поближе я так понимаю это у нас как восточный до азия ну да такая шапочка у него от солнца я вот только не пойму водонос он вроде как водоноса такие вот интересные ведра до коромысла это понятно вот такие круглой формы может так воду в них набирали видно что жарко он бедный в шортиках в рубашке в этой шапочке шляпе своей так выглядит брошь с обратной стороны имеется маркировка серебром мексико вроде так я думаю эти броши в букписы очевидно входят да такая брошь брошь водоноса да фантазийная действительно брошь я сам не знаю мне показалось что это мордочка лошадки коня не знаю вот так вот смотрел глазик мордочка ротик ушка гривы ну не знаю конечно смешно было бы если это так да право имеет золотой тон и так она выглядит с обратной стороны подвесная иголочка металл имеет брошировку есть маркировка но вот честно говоря я посмотрел уже но я ее так и не разобрал что-то знает пожалуйста напишет самое интересное что там есть сердечко так даже не знаю честно говоря но такая вот интересная брошь следующее наше приобретение брошь в виде клубнички такое аппетитное как настоящее посмотрите верхушечка как сделана зелень лепесточки листочки багеты зелененькие и множество кристаллов вишневого цвета прекрасный перелив и так выглядит брошь с обратной стороны имеется маркировка если я не ошибаюсь компания был единственным сказать что компания был была основана четырьмя братьями в 1941 году в штате нью-йорк и благодаря самому младшему брату по моему компания существует до сих пор прекрасная брошь клубничка ух ты какая красивая брошь веточка веточка рябины судя по всему основа у нас видите в золотом тоне ой что-то у меня упало опять все броши у меня выскакивают с рук ну и множество кристаллов как ягодки рябинки такие и так брошь выглядит с обратной стороны мы видим маркировку от компании кора ну а крепление плечики нам говорит о том что компания вернее изделие было произведено в шестидесятые годы прошлого века рябина рябина сказала чтоб брошь таки была с этикеткой ну ладно не знаю но так мы и купили да но и б и такая интересная форма у броши все усыпано кристаллами видите и прозрачными и вишневого цвета крупнее кристаллы такой ярлычок висит и так брошь выглядит с обратной стороны подвесная иголочка золотой тона снова имеет и компания оригинал бай робертс регина сделала предположение что это возможно уже под закрытие компании было это брошь создана очень красиво следующее наше приобретение брошь веточка ну что ты будешь делать сегодня прям сам удивляюсь брошь убегают от меня просто выскакивает из рук брошь веточка основа имеет такой золотой тон металл имеет брашировку а в серединочке посмотрите великолепные цветочки такие хрусталики нанизанные на пины бусины а бусины да покрытием об да совершенно верно с покрытием аврора бареалис и так брошь выглядит с обратной стороны имеется маркировка компании эмонс да немножко только могу добавить что компания эмонс была основана стер чарльзом стюартом и назвал он ее в честь имени своей жены да вот так вот в 1949 году а в 1981 году компания закрылась эти изделия также продавались на вечеринках как и изделия от Сары Ковандри и кстати самое интересное что Сара Ковандри являлась дочерней компанией компании эмонс очередная наша находка я смотрю уже идет браслет когда у нас дочь она мне помогает демонстрировать изделие сегодня будет так да без руки ее так сказать без ее помощи считаю очень красивое изделие великолепной красоты основа у нас имеет золотой тон и множество кристаллов каплевидных медового цвета смотрите багеты кристаллики я считаю очень хорошем состоянии браслет и так он выглядит с обратной стороны имеется маркировка от компании Трифари под пент я бы так сказал как ближе к ювелирным изделиям относятся очень красиво что-то темнеть стало не знаю включу свет может быть не знаю так может быть и лучше посмотрим сейчас мне тут регина дала брошь и сказала что еще одна будет брошь которую однажды мы приобрели у блогера ее канал называется Сантана Гарсия правильно говорю ее зовут Ольга да женщину зовут Ольга как и наша дочь она сама из Киева а сейчас живет в Германии и она занимается продажей изделий бижутерии и украшений да прекрасные просто украшения у нее и вот нам посчастливилось у нее приобрести две да по-моему две броши и вот сейчас я начну пожалуй ее купили потому что она сейчас не в Киеве не в Украине живет ну я сказал я сказал мы просто увидели такой вот прекрасный у нее брошь и мы по отдельности она обычно лоты по моему выставляет но по отдельности тоже у нее можно приобрести ну вот я считаю прекрасная брошь в виде колесика я бы сказал так смешно а обруча да вы посмотрите золотой тон имеет оправа вся усыпана просто кристаллами великолепная просто красота так брошь выглядит с обратной стороны имеется маркировка от компании jb кей джеклин букле кеннеди вроде я не ошибся ну все мы знаем что jb кей это это супруга президента кеннеди и это как бы копии ее оригиналов которые в частной коллекции у нее находятся ну и произведено в Китае да великолепно красота просто не отвести глаз так и вот эта брошь тоже у нас была приобретена у Ольги и она ее описала как это чехия и уже она практически можно сказать антикварна нам она очень просто понравилась были две подобные броши это нам понравилось больше такая прям клумбочка цветов вокруг крупного под сапфир цвета прямо кристалла какой прекрасный нежный такой перелив посмотрите как лепесточки выполнены в каждом цветочке кристаллик необыкновенная красота брошь крупная так она выглядит с обратной стороны да S-образное у нас крепление под иголочку я считаю очень красивая брошь Чехия да следующее наше приобретение это мальтийский крест брошь тоже смотрю очень красивый очень красивая брошь да крест крупный внутри тоже маленький крест выходит и лучики выходят я смотрю и флюр де лис имеется узор необыкновенно красиво и так брошь выглядит с обратной стороны и имеется маркировка но по всей видимости какая-то получилась опечатка или не полная имя вышло видно видно только крафт и нью-йорк-сити очень красивая очень красивая брошь в виде мальтийского креста на этом дорогие друзья наш обзор подошел к концу я хочу вас поблагодарить за просмотр за поставленные лайки за подписку на наш канал всего вам доброго и до новых встреч до новых встреч